А вот это, собственно, страшно агрессивная собака, на которую, дикая, конечно, вроде как, было жалоб про нее. Собаке где-то, наверное, 3-4 года. Чему хорошая? Она совершенно безмерно человекоориентирована, ужасно ласковая. Ходит на поводке, ну, может быть, немножко подтягивает, ну, как бы от недостатка воспитания. Мы находимся в зеленоградском поселке Малино. А сюда, в приют благотворительного фонда «Ника», поступают собаки с улиц 10 муниципалитетов Московской области, в том числе городского округа Мытищи. Сейчас на этой территории около 300 собак и чуть более, сейчас уже, наверное, менее 50 кошек, поскольку они регулярно уезжают домой. Судьба каждой собаки и кошки складывается по-разному. Кто-то проживает в приюте всю свою жизнь, но в основном мы стараемся найти дом всем нашим подопечным. Агата – одна из подопечных. Ее и еще двух собак забрали из Мытищинского поселка Минжинец. Жители указывали на то, что Агата и еще двое, две собаки, которых мы впоследствии забрали тоже, да, ну, они как бы себя достаточно агрессивно ведут. Не хочу говорить о том, что жители могут говорить неправду, да, потому что, ну, в каждом отдельном случае ситуация, ну, какая-то своя, да, ее, конечно, нужно анализировать и понимать причины подобного поведения собаки. Возможно, ну, бывают такие случаи, когда люди сами провоцируют животных. Агата попала в приют во второй раз. Впервые она стала участницей программы ОСВВ. Бездомное животное отловили, стерилизовали, вакцинировали и выпустили на прежнее место обитания. Предварительно специалисты убедились, что она не агрессивна, чипировали ее и пометили ухо биркой. Если впоследствии такая собака проявляет себя с негативной стороны, она возвращается в приют и, как правило, остается там на всю оставшуюся жизнь. Только не Агата, уверены ее опекуны. Сюда, в Малино, приезжая с четверга по воскресенье, достаточно большое количество народу, как бы все ее берут гулять, потому что она прекрасна с детьми. У нас сюда приезжает огромное количество детей. Она абсолютно лояльна ко всем. Вот, прекрасная морда, и мы обязательно будем ее пристраивать. Более того, возможно, Агата уедет за рубеж. Там, говорят сотрудники приюта, российские дворняшки пользуются большой популярностью. У нас куча отловных собак. Живет сейчас и в Европе, и в Америке. И нам присылают огромное количество приветов из дома. И говорят, что наши собаки лучшие. И постоянно говорят о том, что вы даже не понимаете, какие у вас красивые собаки из России, потрясающие. Случай с Агатой не единичный. Элвис вернулся в приют из деревни Беленинова. Из своего укрытия собака так и не вышла. Не помогли ни уговоры, ни кусочки сосиски. Что могло стать поводом для агрессии, которую, по словам местных жителей, проявил пес, остается загадкой. Похоже, одной законодательной инициативы недостаточно для действительно гуманного отношения к животным. Нам еще многому предстоит научиться. А главное – уяснить, кто виноват в том, что собаки вообще оказываются на улицах. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.